Тебе надо ее просмолить. Если просто кисточки водишь, то ты глубоко ее не просмолишь, она будет по поверхности, а тебе надо, чтобы смола вошла поглубже. И немножко плотность в эту вдавливаешь, ведешь по плотности. Если я яница, он столбик, здесь плотность, он ее выбирает, появляется пустота, и я провариваюсь. Я начинаю думать, что же мне делать? Плотность уходит, смотрите, я начинаю с этой плотности. Что делать? Натекать на следующий плотность. И я буду использовать все свое тело, не только роду. Я сейчас сел в ней руку, на мышку, и упал еще на голову, да? Дождь, ну... А знаешь, как я говорю? Чтобы все тело стало опять тебе знакомым, послушанным, слушалось тебя, кровь туда пошла и так далее. Вот задача реальности сейчас начать с молиться, как бы прилипать к столбику, не дать упасть себе. Но если столбик отошел, и между вами пустота, будьте честными, вы должны упасть. У вас действительно должна быть опорта. Я медленно пытаюсь, что сделаю? Отойти с этого места. Он видишь, что делает? Прилип ко мне, да? Ну, Дмитрий уже пробовал. То есть, и вы начинаете что делать? Не торопясь, не торопясь. Упал поменялся. Моя назначу, да? Только не урубайте высокие скорости. Давайте. Побой, да? Видите как? Плечом, например, да? Да, как бы, рука здесь, да, как бы, возле него. И раз, ну, то есть, вы как бы прилипли, да? Можно здесь, то есть, чтобы у вас любая часть тела была достойная. Потому что твое тело, а твое оружие. Любой частью тела надо иметь на секретаре. А справишься, не пойми, руки не работают, да? Таз, тазом можно бить, можно бить плечом, да? Плечом, вот сюда. То есть, любое тело, оно такое должно быть. То есть, из любого положения что-то можно сделать. Опасно. Опасно, да? Есть пространство, уже можно ударить, да? Глава теперь. Глава, все, все, здесь. Ну, присмотреться, да. Ложись, головой. О, плечом. А здесь важно вовремя снимать напряжение. Видите, расположите. Помните, первый терминатор, первая модель, да? Вот, у нас с вами задача какая? Запгрейтиться. Житокристаллическое состояние. Да, Петя? Глава, не все, а не возьмешь, все, попробуй. Идешь только бороться. Ничего не сделаешь, что ли, да? Ты у меня пьяница. Что сделать? Давай. Например, пьяницу или к другому пьяницу? Да, да, да. А ты, да, попробуй, Гриша, они теперь на тебя, что-то, что-то, что-то трещать. Во-во-во, вот это вот стоит. Молодой тебе, да? Да, 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 поехали. Да, вот такой организационный вопрос. Потому что вы участки девящих сложнее поделать, но технику безопасности, в самом деле, какие-то расписки. Можно сказать, чуть-чуть назад. Думаю, ты поел клещи, видите, да. То есть это, ну, все удушения, там, предклады, то есть когда взял вот здесь, да, и уже его предпоходит, удушение. Ну, клещи, да. Ну, клещи, да. Ну, клещи, да, можно снимать клещами, да. Клещи называть. Хорошо. Так, так, так. Здесь стоит. Еще идет. Крест называется. Глава. Можно двигаться. Четыре базы положили. На них можно все подстроить. Занимались сам. Можете все самое переложить на казачий крест, он будет работать сильнее. Занимались, казалось. Нет, занимались полностью. Переложили на казачий крест. Это даст новые горизонты. Такие развития тут. Вопрос был. Было противопечения, травмы. Вообще, вот как я снязь говорила, мужчина должен быть вооружен. Правильно? Или как? Вооружен. Ну, любой, любой нитягород, сбор, он был ужином. Ну да, казачьи традиции уже с детства. Вот приезжали на оружие. То есть, реальное движение. Самое простое, да. Никто взял не в стройку, да. Это уже какой-то. Можно, знаете, какие-то дел подряд. Подряд сделали человеку. Причем, видите, так, вы даже не видно, просто пальцы провел. Отошел. Тринадцать секунд, а мы начинаем плавать. Все, плавать не дает. Ну, по крайней мере, можно сделать. А давайте будем снимать. Хочешь будет еще пока. Вначале передаем... Приветствую. Передаем пример телу, кто смотрит на записи. Сейчас будет то, чего вы не увидите. Опускайте, когда. По поводу развития силы. Я уже занимался по жизни весел. Сейчас я тебе вешу 8,7, а так 25 весел. Ну и перейдем. Хорошо, с условно-международным образом. Как родители развивали силу? Был такой Александр Зас, старинный казачий рот. У него, по сути, смотря на фамилию. Это вот, который цепь перевалку? Да, цепь перевалку. Ну, причем, подковы как-то целью. Вот есть упражнения, которые, если каждый день их делать, то через год-другой у вас будет силы, такая, гвоздик, выкинуть там арматуру на руку на арматуру. То есть это несложно. Зачем это надо? Вот, скажем, рябины, ну, 10 килограмм и 700 надо разрывать. Если брать строку в порошок, килограмм 40, если его разрываете, ну, это тыр, пожалуйста, да? Пошел бой какой-то, вам рука попала, человек, вы ее сломаете. Все. Голова попала. Головы нет. Понятно, да? Потому что, что-то там упал человек, скажем, да? А мы его уронили, да? Ножка попала, там, сломать ее. Ну, видите, легкие движения, да? В сказке, да? Видно, да? Движения легкие, все. Человек готов. Илюшенко, когда подрастает, выходит. Ну, Илюшенко кто-то подрастает, выходит играть, и одному ручку оставал к другому ножку. Да, да, да. Вот. Ну, можно человека как бы отстегивать, да? Вот, упражнения. Ну, по запросу Алексея я вам все это упражнения покажу. На ВИПе ты покажешь, да? В воскресенье? Вот. Там есть базовое упражнение, как это делать. То есть, вот можно каждый день заниматься. Сердце это не грузит. Связь подкрепляется. Потому что с годами у нас мышцы потихонечку будут что? Ну, на самом деле, если вы занимаетесь силовой нагрузкой регулярно, то с годами мышцы не только не усыхают, но в каком бы вы возрасте не начинали, потому что у меня, может быть, видели, был целый выпуск про людей, которые начали заниматься вот американец, 82-летний. Я, как говорят, вышел на пляж, и там было столько сексуальных 75-летних девчонок, а у меня тело было в таком плохом состоянии, что мне стало стыдно. Я пошел в зал. Тестостерон растет. На самом деле растет. Это хорошая штука. И вторая. Я общался с людьми из... Выключите камеру. Пожалуйста. Я хочу заниматься по 30 минут. Это немного. И... Важная регулярность, просто правильный подход. Потому что важно, как в строительстве, да? Есть план, есть... Что... Строители, есть кирпичи, есть цемент. Вот это все нужно просто видеть. Что такое строительство, что такое кирпичи, что такое цемент, что такое план. Если чего-то из этого не будет, то ничего не сделаешь. Можно кирпичи есть строить, есть цемент. Строить в основном. Это реальность. Да, оценим. Или наоборот. Или план кривой. То есть важно правильно все, что было. Хорошо. Так какое базовое упражнение? Вот это все наказали. Вот берешь и начинаешь тянуть. Просто... Тянуть, да. Но здесь важно, что не просто тянуть, а видеть, что ты его разорвешь. Именно видеть. То есть важно, чтобы работало воображение. Не тянуть, а рвать. Это первое. Второе. Не напрягаться. Чтобы мышцы текли. Чтобы все это... Тело текло. Если оно в статике напряжено, то у вас одно. Когда течет, то у вас усилие повернуло. Ну и чтобы работала не какая-то мышца, а включить цепь мышечную. Именно чтобы у вас включались мышечные цепи. Потому что бисепсона ты многое не сделаешь, да? А спирт включил с ногами. Если все мышцы сложить в одну кучку, не тренированного человека. Как вы думаете, какое усилие? Вот все мышцы взяли, которые у вас есть, сложили в одну в один пучок и в один вектор направленный. Так, предположите, какое усилие? Несколько тонн, наверное, не тренированное. Тридцать тонн. Тридцать тонн. Тридцать тонн. Не тренированное. Суммарное усилие не тренированное у всех мышц. Понятно, что у всех не сложишь, но даже если вы просто правильно включите основные группы мышц в нужном направлении, там колоссальное усилие. Здесь еще ключевая вещь – правильное приложение усилия. Потому что любому может хватить дури порвать себя при неправильном. Вот как раз то, чему учить его. Скорбированная вещь. Я просто пример приведу. Вот ездил когда на нырялку с Натальей Евсеенко. Один из людей, который был с нами, он занимался на очень хорошем, можно сказать, профессиональном уровне, 12 видами спорта. Атлетичный мужчина. Он и плавал, и атлетикой и всякой у него.